Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Трубачев Роман, я являюсь партнером компании MoneyFriends и сегодня мы общаемся с очень интересным нашим заемщиком, чья, кстати говоря, оферта сейчас находится на платформе. Компания привлекает финансирование, компания Торговый дом Ленинградский в лице Сергея Рукавичникова, учредителя и генерального директора. И цель нашей сегодняшней беседы, наверное, познакомиться поближе, узнать больше о бизнесе компании, как она развивается, для чего она привлекает финансирование и какие впереди стратегические планы у компании по движению вперед. Итак, Сергей, расскажите о себе, о вашей компании, как вы открылись, чем занимаетесь, в чем специфика вашей работы? Значит, мы работаем по госконтрактам, исполняем контракты на поставку продуктов питания и оказываем услугу организации горячего питания. Путь мой начинался на молочном заводе «Галактика». Есть такой бренд «Большая кружка» в Ленинградской области. Я там работал менеджером, тоже выполнял функции по госконтрактам работы. За три года, собственно говоря, понял, как работает рынок, понял состав его участников, игроков, как это все взаимодействует. Ну и потихонечку-потихонечку дошел до позиции заместителя генерального директора в компании, входящей в группу компании «Галактика». Ну и, собственно говоря, меня ребята позвали, говорят, иди к нам. Я все взвесил, говорю, менять зам генерального директора на генерального директора, ну, по сути, заниматься тем же самым. Не расширяет никак границы, поэтому подумал, почему бы и нет, и, собственно говоря, вдарили по рукам, сделали компанию на троих, и в 2013 году начали заниматься госконтрактами самостоятельно. Вот, с тех пор прошло 10 лет, наверное, можно динамику смотреть по нам в открытых источниках, ничего не прячем. Ну, здорово поднаторели, ну, поэтому сначала, конечно, было тяжело. Рынок Питера, он такой, как сказать, очень закрытый, и новых участников совсем не любят. И, наверное, лет пять мне приходилось просто выгрызать место под солнцем, биться, бороться, испытывать на себе какое-то сумасшедшее давление всех подряд конкуренцев. Они наваливались на нас, давили, ну, в общем, как-то так потихонечку-потихонечку выбрались. И сейчас уже мы, наверное, в топ-10 по городу, ну, вот, собственно, вот в таком формате. А вы в основном все-таки на госконтрактах, да, специализируетесь? Коммерческих контрактов нет, да, у вас? Значит, в чем специфика поставки по госконтрактам? Цена фиксируется на весь период жизни контракта. Ну, так регламентирует закон федеральный 44-й. То есть бывают контракты годовалые, бывают контракты двухгодовалые и совсем плохие для нас, по понятным причинам, трехгодовалые. Хорошая часть. Понятный кэшфлоу, ты понимаешь свой заказ, свой оборот на год вперед. Вот. Плохая часть, что цена фиксированная. Поэтому мы пришли к тому, что мы в течение всего года боремся за каждую копейку, за каждый рубль. Это нас привело к тому, что мы, когда уже достаточно хорошо выросли, нас это привело к тому, что мы заключили контракты с производителями непосредственно, прямыми производителями. Ну, вот, например, как я люблю приводить, пример масла, да. У меня есть достаточный оборот для того, чтобы я мог купить, например, 5 тонн масла сливочного в деньги. Вот заводы, которые производят масло сливочное, они отпускают его в деньги, в предоплату. И масло хранится 35 суток. Поэтому нужно иметь большой пул заказов, чтобы купить этот товар и оплатить, а, там, 3,5 миллиона сразу, да, а, б, собственно говоря, уметь его за срок жизни две недели, потому что по госконтрактам все, что выше 50%, а в остаточной срок годности не принимается, расставить. Многие компании, я сейчас подведу, я прошу прощения, да, и мы пришли к чему, что мы умеем закупать товар в деньги большими партиями, а компании поменьше нас, они не могут такие условия получить. Поэтому мы автоматом вывалились в коммерческие заказы покупатели, которые такие же социальщики, как и мы, имеют, ну, может быть, меньшую долю рынку, не могут они купить большую партию в предоплату, поэтому мы через небольшой рубль, там, 30-40 рублей продаем, конечно, и в опт, в коммерцию, коммерческие заказы тоже выполняем. Несколько таких позиций, масло, сыр, мясо, которые мы можем отпускать, где вот есть маржа для нас очевидная, да, вот, поэтому оптовики у нас тоже есть, это такие же компании, как мы, ну, там, в разы меньше, вот, в таком формате. Вот, получается, ваш основной бизнес – это поставки продуктов питания, правильно, я так понимаю, в государственные учреждения, да? Да, да. А еще одна ветка направления, по-моему, да, и готовую еду или нет? Да, 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 да. Мы первые три года возили продукты, ну, это достаточно простой вид деятельности, условно говоря, купил молоко, продал молоко, через, там, свою долю на оценки получил прибыль. А есть второй тип услуги – организация горячего питания, то есть мы принимаем поваров в штат, в школе, например, привозим молоко, привозим крупу, готовим согласно меню каши, горячие обеды, кормим детей, если это детские сады или школы, кормим взрослые, если это больницы или социальные учреждения, и заказчику актируем уже услугу. Деятельность – это, с одной стороны, более высокомаржинальная, законом установленная наценка в 67% позволяет рассчитывать на большее, чем в поставке. С другой стороны, на порядок более сложная, потому что мы не только перевозим товар с места на место, мы оформляем поваров к себе в штат, мы согласовываем меню с Роспотребнадзором, мы постоянно подвергаемся, ну, как подвергаемся, плановым, неплановым проверкам управления социального питания и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, маржа там выше, с другой стороны, компетенции должны быть прям сильно выше, чем у поставщика. Поэтому, да, и есть, и это у нас занимает, наверное, на сегодняшний день 30-40%. То есть, наверное, 50% – это поставка, 30-40% – это организация питания, ну, еще, наверное, порядка 10% – это наш оптовый канал продаж, который, ну, коммерческие заказы. Здорово. А вот, Сергей, очень интересно все-таки, как выглядит ваша компания, да, то есть, ну, какие сотрудники работают, сколько человек, то есть, где у вас там офис, я не знаю, там склады, ну, вот небольшую характеристику. Да, поскольку деятельность и поставка и организатора питания, так называемого оператора питания достаточно сложна, то, ну, вынужденно или не вынужденно, мы имеем достаточно большой штат. У нас есть, конечно, офис, основной костяк – это порядка 75 человек, то есть, 35 человек, порядка 35 человек работают в центральном офисе. Это бухгалтера, это закупщики, это менеджеры по сопровождению клиентов, это тендерный отдел, айтишники. Вот. Вторая часть – это центральный склад, большая. У нас более 1200 метров с плоских площадей, холодные, сухие, заморозка, потому что полутора тысяч видов продукции к поставке приходится, и необходимо и раздельное хранение, и раздельный учет, и по партиям. Вот. Там еще порядка 35 человек работает, то есть, основной костяк – вот, порядка 70 человек. И около 150 человек у нас – полевые работники, производственный блок. Это те сотрудники, которые поварят, я их называю, повара за производством, кухонные рабочие, которые находятся непосредственно на пищеблоках тех заказчиков, которым мы оказываем услугу организации горячего питания. То есть, компания работает там более 200 человек, всегда в моменте с производственными единицами. Хорошо. А вот, кстати говоря, нашим инвесторам наверняка будет интересен вопрос с точки зрения все-таки самого бизнеса и его маржинальности. То, что по поводу приготовления пищи, мы уже услышали, валовую, условно говоря, разрешенную на оценку. А то, что касается в госконтрактах, вообще, какая получается оборачиваемость, какая валовая маржинальность? Ну, эта идея совершенно понятна, да, любого инвестора интересует вероятность возврата, да, средств, которые инвестируются в ваши взаймы вам. Да, да, да. Соответственно, как вы на этих деньгах будете зарабатывать? Да, значит, средняя оборачиваемость по поставке у нас составляет порядка месяца средняя, потому что есть госзаказчики, которые платят в две недели, в три недели, так как правило, в большие больницы. И основная часть – это детские сады. Они платят от двух недель до 30 дней в зависимости от принятого контракта актирования. Таким образом, мы в части поставки продуктов питания имеем оборачиваемость в 12 раз денег, да. Вот, в части организации питания там более длинные деньги. Любой заказчик с 1 по 30 число получает от нас услугу. С 1 по 5 число следующего месяца бухгалтера между собой сверяются по актам. Вот, далее происходит завешивание оплаты, ну и мы получаем деньги за предыдущий месяц оказанных услуг, наверное, в 15-20 числах следующего месяца. То есть оплата сдвинута где-то от начала оказания услуги на полтора месяца вперед. Физически таких оплат также 12 в году, потому что мы 12 раз актируемся по году, но они чуть совмещены вперед. Поэтому можно говорить об оборачиваемости в поставке, наверное, в среднем 21-23 дня по организации питания 30-35 дней. Значит, валовая наценка в поставке продуктов питания, за которую мы боремся, составляет 25-30 процентов. Это если я говорю о том, что я хочу и вожу прям хорошие качественные продукты, да. То есть я стараюсь выдерживать уровень поставляемых продуктов на высоком уровне. И, ну, как сказать, когда низы локальные, которые потребляют, говорят обо мне доброе слово, верхи тоже задумываются в части понимания и желания продолжать работать со мной, да. Репутация, имидж компании тоже очень много значит. Вот, соответственно, в организации питания, ну, там, конечно, повыше. Там 50-60 валовая маржинальность имеет место быть. В части чистой прибыли по поставке мы зарабатываем, наверное, от 5 до 7 процентов в месяц чистыми. В организации питания, ну, там сладость, там 15-20 процентов доходит. Ну, в принципе, да, получается, если 5-7 процентов, да, там, дохода потенциального, да, с оборачиваемостью. Это чистая прибыль, Роман, это чистая, диваловая, чистая, да, да. Да, 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 то, ну, на самом деле, вы, конечно, тогда займ можете обслуживать вполне себе комфортно. А вот, кстати, давайте еще, Сергей, поговорим, ну, я как там уже финансист за столько лет, я сразу вижу балансы. Мне нравится ваш баланс, вот, у вас там больше миллиарда выручки, капитала больше 100 миллионов. И я прекрасно понимаю и знаю, и мы видели вашу структуру пассивов, то есть вас там, в принципе, как бы банки тоже финансируют, да. Да, и вот расскажите про ваши источники финансирования, фондирования, да, то есть вот, как оперируете финансовыми ресурсами, вот, об этом. С нами, с нами всю жизнь охотно работают банки. У нас открыта линия на текущий момент в промсвязь банки, в Санкт-Петербурге, два кредитных продукта, возобновляемая кредитная линия и кредит. В разное время, с разной интенсивностью работали Сбер, ВТБ, Райфайзен, вот, поэтому фондируемся двумя видами продукта. Первый – это длинный кредит, как правило, на три года мы берем, там, 10-15, и открыта кредитная линия в промсвязи, там, на 60 миллионов, в Санкт-Петербурге 15 миллионов. Они выбираются и возвращаются, соответственно, по мере необходимости в оборотных средствах, поскольку под эти продукты банки требуют наличия определенных оборотов у себя, то выборка происходит, ну, по траншам мной лично, а заполнение по оборотке происходит в поступающей дебиторке, то есть оно выгашивается, там, с нашей оборачиваемости по поставке в 30 дней, хотя они, там, делают, там, 3 месяца транши выгашивания, 6 месяцев кто-то дает, да. Вот, основные средства всегда у нас есть в банках. Почему мы иногда приходим в крауд? Я подразумеваю, что мы можем к этому подойти, да? Конечно, конечно. Да, структура наших заказчиков и в поставке, и в организации питания на 70% состоит из детских образовательных учреждений, школы и сады, которые, что у нас летом, в июле-августе, закрываются. Соответственно, на июль-август мы по выручке проваливаемся в 3 раза. Ну и по дебиторке, по кэшфлоу, по входящей мы проваливаемся. Соответственно, тоже есть для поддержания штанов выручка, которая есть у нас на больницах и социальных учреждениях. Что получается в сентябре? Открываются все сады и школы, все наши заказчики. Они начинают заполнять кладовые продуктами питания. И мы выходим на рабочий объем по выборке продуктов, такой как в марте, в апреле, ну, стандартные учебные месяца, да. У нас требования к оборотке, к закупке продуктов рабочего месяца. А нас нагоняет дебиторка июля-августа, когда мы были объемами вывоза в 3 раза меньше. И поэтому вторая половина сентября для нас всегда адски тяжела. То есть у нас объем входящих денег к объему необходимых к оплате в 3 раза меньше. Поэтому мы время от времени, пару раз мы выходили в модуль. Мы, по-моему, там брали 10 или 15. Я лично знаком с Женей, это собственник модуль денег. И вот как-то вот там мы были, можно посмотреть опыт. Мы всегда либо возвращали вовремя, либо возвращали досрочно. Ну, то есть у меня вот пиковая нагрузка на оборотку, на ликвидность, это вот вторая половина сентября и начало октября. Потом уже начинается поступление оплаты от основных контрактов. Ну и, собственно говоря, оборотка, прибыль уже выравнивается. И перестает быть это необходимым. Хорошо. Сергей, вот еще тоже вопрос. Расскажите про молочный завод. Вы, насколько мне известно, приобрели, да? Выстроили для себя полную цепочку, да? От дистрибьюций, продаж до производства. На мой взгляд, это классная, крутая история. Ну вот расскажите больше об этом, да? То есть как это производство внедрилось в вашу жизнь и насколько было сложно стать производственником? То есть, ну, поделитесь своими впечатлениями. Да, это такой пунктик маленькой гордости для меня, потому что, ну, что такое госконтракты? Это торговля. Ну, по сути, это торговля, так или иначе, да? Ты покупаешь продукты и перевозишь продукты, там, готовишь с них. Каждый год это определенный стресс и нагрузка. Насколько хорошо поработал, настолько хорошо живет компания в будущих периодах. Пришел к осознанию, что необходимо иметь актив и производственным, в том числе в тех продуктах, которых я понимаю. Я начинал с молочки и как-то к этому пришел, что вот у моего бывшего компаньона был этот актив, но он его развивал очень слабо, да? За четыре года инвестфазы он его вывел там на 30% загрузки и ни шатка, ни валка, еле дышал, что называется. Вот. Я понимал, как с этим быть. Я понимал, куда я смогу пристроить производимую продукцию. И полтора года, начиная там с конца 21-го, я строил эту сделку. Было очень тяжело, скажу сразу. Банки не очень любят инвесткредиты. Пока согласовывались с одними, менял условия продавец. Ну вот, в общем, за полтора года каким-то чудом мы выстроили эту сделку. Нашелся банк, который нас услышал, который понял, да, идею и смог выдать нам инвесткредит, мы закрыли сделку по приобретению молочного завода в городе Орел. На сегодняшний день мы выпускаем йогурты. Это маленькие стаканчиковые йогурты. Они потребляются школами и детскими садами. В детском меню всегда есть на завтрак, в какие-то дни йогурт. И сметану. Две линии сейчас полностью загружены у нас. Мы вышли на полную загрузку, наверное, спустя 4 месяца после приобретения завода. На сегодняшний день продукция представлена в половине оптовиков Санкт-Петербурга. То есть йогурт и сметану покупают такие, как мы, компании. И поставляют, соответственно, своим конечным заказчикам, садам и школам. Все, не побоюсь этого слова, все детские учреждения Москвы. Потому что мы долго бились, заключили контракт с Дистром, который возит на компании, которые раньше входили в группу «Конкорд». Являлись контрактодержателями по детским учреждениям. То есть мы через этого Дистра поставляем в детские школы, прошу прощения, в школы и садики, и больницы Москвы, вот наши продукции. И вот только вчера мы вернулись из командировки. Вернее, сегодня я с поезда. Вчера были в Белгороде. Мы обсуждали с местным оператором питания. И приятные новости. Мы заключили контракт. Теперь детские учреждения города Белгорода также будут потреблять продукцию нашего молочного завода. Аппетит приходит во время еды. Производственный актив – это производственный актив. Там совершенно другая добавленная стоимость. Я думаю об этом улыбаюсь, не перестаю. Поэтому сейчас мы закончили стадию проектирования. И на действующих площадях мы начинаем строительство двух цехов. Цех переработки цельного молока в целях производства творога, творожная линия, и маслобойня. Будем производить творог и масло в дополнение к тому, что у нас есть йогурт и сметана. Съездил на завод, посмотрел соседний участок, провел переговоры. Бабулечка, конечно, хочет за свою землю две цены, понимая, что… Ну, две цены по текущему рынку, понимая, кто к ней пришел. Но что-то я не могу себе в этом отказать. Я думаю, что мы еще 50 соточек прирежем в скором времени. Есть мнение, что мы там в будущем, возможно, сыроварню поставим. Ну, пусть будет, что называется. 6 миллионов она за это хочет. Может быть, мы даже придем к вам профинансировать это как в лизинг. Бабушка поедет к сыну в Орел, в город, а мы 50 соток земли превратим в 100. Ну, планы пока такие. Сергей, ну, это очень здорово, потому что, в принципе, мы больше 15 лет занимаемся кредитованием. И лично мой опыт показывает, что когда бизнес развивается от продаж к производству, это единственная правильная логика. Ну, собственно, в этом вопросе хочется пожелать только успехов вам. Ну, а, собственно, производство, какие впечатления? Ну, только коротко, да? Вообще, в целом, это другой бизнес, да? То есть, как люди, оборудование, вот это все? Да, у нас, как это сказать, ну, это производственные активы. Поступает молоко, оно сквашивается. Другие люди, там, главный инженер, технолог, начальник производства. Совершенно другой цикл, да? То есть, от сырья до готового продукта, до фасовки готового продукта, там происходит трое-четверо суток, но там совершенно другая добавленная стоимость, понимаете? И, поскольку я сам контрактник, я рынок сбыта этот понимаю, это просто прекрасно. У нас готовые покупатели, которые готовы брать эту продукцию сразу. То есть, у нас еженедельно, два раза в неделю машина ходит в Питер, в Москву, теперь в Белгород. Запасов нет вообще. Оборачиваемся, оборачиваемся, оборачиваемся. Здорово. Ну, а, кстати говоря, вот тоже интересно, 22-й год был непростой вообще для всех. Как для вашего бизнеса? И как вы там адаптировались? Вообще, ну, как вы оцениваете ситуацию за последние полтора года? То есть, вот так. Наш главный враг – это инфляция. Собственно говоря, девальвация рубля к чему приводит? Например, мало в России, по-прежнему мало мяса. Кватируется Южной Америкой. Приехал рубль, там, приехал доллар к 95 рублям. Сразу импортное мясо стало стоить там на 30% дороже, да, от летних цен. Что, наши производители, глядя на это, будут смотреть и говорят, нет, мы дешевле. Весь рынок подтягивается. Подтянулось мясо, подтянулась птица. Бывают какие-то спекуляции, которые, там, курниками говорятся. У нас там импортные корма, импортное оборудование. Традиционно, там, куриное филе стоит где-то 0,7, а цены говядины, да, бывает в моменте, летом доходило, что там они один к одному. Но это глупость величайшая. Покупать куриное филе по цене, там, килограмма говядины – это ужасно. Поэтому наш главный враг – инфляция. Но, к сожалению, в части контрактов мы выступаем с статистами. Мы по-прежнему продолжаем бороться за каждый рубль. Мы заключаем длинные контракты с колхозами, чтобы, там, на стадии плуга и ножа выбирать самую лучшую цену, затаривать ее, чтобы все скачки инфляции как-то абсорбировать на более хорошей цене, которая, там, закуплена предыдущим периодом. Ну и, конечно, заводской актив, он позволяет девальвацию транслировать в цену. Это уже нам поддерживает штаны, да. С точки зрения госконтрактов мы просто стараемся хорошо делать свою работу и выгрызать каждую копейку из каждого поставщика или производителя. Вот и все. Цены у нас на реализацию фиксированы. Центр прибыли – центр закупок. По-другому никак. Сергей, ну, знаете, я думаю, мы не будем, мы уже больше 20 минут в эфире, вот, задача была сделать такой коротенький ролик, поэтому, в принципе, вот, знаете, хотелось бы, мы частично уже услышали, да, о ваших планах на ближайшие годы. Вообще, в целом, какие ожидания, там, рост выручки, рост, там, объемов, там, я не знаю, отгрузок, производство, вы услышали, что хотите развивать. Может быть, выйдете на рынок облигационный. Я думаю, что вы прямо, как говорится, вот, подходите к последней миле. Ну, расскажите, о чем мечтаете, в общем, куда собираетесь. Да, да, да. Сейчас мы в городе Санкт-Петербурге в топ-10, но это моя оценка, может быть, топ-15. Есть пожелание, хотелка, стать в поставщиках в топ-5. Большего не дадут, конкуренция важна, как бы не старался. Но для нас это рост еще в два раза, да. По задачам мы стараемся расти где-то на 5-10-15% в год. И это видно по истории непрерывной, да. Иногда не получается, иногда получается 50-100% прирост. И в такие моменты мы опять рвемся. Что у нас происходит в январе, что у нас рост объема заказов в два раза, например, от ноябрьских в декабрьских. Приходится привлекать опять доп. с финансированием, что оборотка просто трещит по швам. Там хотим прийти, наверное, к трём ердам, если говорить в цифрах выручки. Ну а по заводу это масштабные планы, конечно. Сейчас я думал пользоваться инструментом промоипотеки и привлечь порядка 75 единиц на строительство. Это вот первая очередь творожного цеха и маслобойни. Но съездили в командировку, поняли, что стройка будет 25 единиц нам стоить. И по таймингу, по план-графику она будет идти полгода. В общем-то, я вижу, что в комфортном режиме из собственных средств это профинансируем. Железо производственное, ну там где-то на 45-50. Но это тоже лизинг, это тоже там 3-5 лет. И мои попытки выйти на облигационный рынок или получить промоипотеку под 6%, но тоже пока как будто бы в воздухе витают, но не утверждено. Вот когда я буду строить там отдельное здание, большой завод уже на соседнем участке, который, наверное, мы в скором времени приобретем, наверное, там уже мы будем понимать, что такое стройка в масштабном плане. И уже большой цех, наверное, будем привлекать финансирование. Именно вот, возможно, даже в облигационном формате. Ну, Сергей, знаю вас много лет, насколько вы дотошный человек к цифрам, к изучению всех новых проектов. Отсутствие авантюризма – это очень важная вещь. Должен быть просто здоровый дух предпринимательства и желание что-то созидать. Ну, это здорово, что есть. Сергей, я думаю, очень интересно было посмотреть нашим зрителям этот ролик. К инвесторам, которые, конечно, безусловно, гораздо лояльнее отнесутся к аферте, когда можно увидеть владельца и директора, увлеченного своим делом. Поэтому, конечно, всех приглашаем. Заходите на платформу, инвестируйте в компанию. Я думаю, что это очень интересное предложение. Поэтому, Сергей, большое спасибо за уделенное время. Было очень приятно познакомиться. Да, Роман, спасибо. Я вспомнил, что пару роликов с производства, как производится фасовка сметаны и фасовка творога, пришлю в дополнение к нашей видеопрезентации, к нашему знакомству. И я могу их смотреть бесконечно. Этот процесс автоматической фасовки готовой продукции, он меня завораживает. Поэтому с удовольствием поделюсь с другой стороны. Спасибо вам за ваше время. Да, вам тоже. Спасибо большое. Спасибо. С теми счастливыми. Пока.